Глава 14. Освящение Божьего имени Каждый еврей и индивидуально, и как часть избранного народа Израиля имеет заповедь уповать на Бога, пусть даже ради этого придется пожертвовать жизнью. Более того, он должен возвещать всему миру, что Господь – это Бог и Верховный Царь и делать это до тех пор, пока весь мир не примет эту истину. Этот процесс именуется Кедуш Ашем – Освящение Божьего имени. Танах говорит, «Я образовал этот народ для себя, чтобы они могли возвещать о моей славе» – Яшаягу 43.21. «Всех, кто называется моим именем, я создал, образовал и устроил ради моей собственной славы» – там же стих 7. Царь Давид так описал задачу мира в конце дней. «Пой Господу новую песню, пой Господу вся земля, объявляй о Его славе среди народов, о Его чудесных делах среди всех народов, ибо велик Господь и достоин хвалы, Его нужно бояться больше всех других богов. Воздайте Господу, воздай Господу семья народов, воздай Господу славу и силу, служите Господу в священном величии, трепещи перед Ним вся земля, говорите среди народов, Господь правит». Таилим 96.1.3.4.7.9.10 «Предназначение человечества, нации, человека, еврея и нееврея в том, чтобы принять ярмо неба и четко осознать, что Ашем есть Бог. Это та новая песня, о которой говорит Давид, ее смысл – освящение Божьего имени, Раши комментирует там же. Везде понятие «новая песня» относится к будущему. Он имеет в виду, что фраза «новая песня» всегда говорит о будущем времени, когда народы исполнят предназначение мира, примут власть Бога. Однако Раши говорит только о других народах, а Израиль уже спел новую песню и осветил Божье имя. Еще в Красном море Бог открылся им со всей силой и мощью, и они приняли Его как царя. Цитата. «Израиль увидел великую силу, которой Господь поразил Египет, и люди испугались Господа, и поверили в Него и раба Его Моше. Тогда Моше и народ Израиля спели новую песню Господу» Шмот 14.31.15.1. Мужи великого собрания включили эту песню в сборник ежедневных молитв. «Искупленный народ спел новую песню Твоему великому имени на берегу. Все вместе они поблагодарили Тебя и провозгласили Твое владычество, говоря, «Господь будет править вечно, всегда!» «Новой песней освобожденные прославляли имя Твое на берегу моря. Все вместе воспевали Тебя, провозглашали царствование Твое. Всевышний будет царствовать вовеки веков!» Конец цитаты. Новые песни – это средство, через которое Израиль и другие народы признают Бога и принимают Его власть. Израиль спел свои новые песни еще тогда, когда вышел из Египта. Тогда израильтяне провозгласили Божье владычество. Народы же присоединятся к этой песне позже, когда вся земля споет новую песню Господу, отвергнув ложных богов, ложные учения и идолопоклонства. Они начнут служить Господу в священном величии, на Его святой горе. Они примут истину Его верховной власти, Его мысли и пути. И тогда исполнятся слова Давида. «Господь правит, да возрадуется земля, да возрадуется множество островов». Таилийм 97, дробь 1. Это великое видение конца дней, о котором пророчествовал Ешаяу. 2, дробь 3. «Многие народы придут и скажут, «Придите и взойдем на гору Господа, в дом Бога Якова, и Он научит нас своим путям, и мы будем ходить Его стезями». Конец цитаты. Ибо из Сиона выйдет закон и Слово Господа из Иерусалима. Исполнение этого видения и есть предназначение мира. «Кедуш Ашем» — это признание верховной власти Бога, того, что Ашем есть Бог и нет никого, кроме Него. 2, Рим 4, дробь 35. Слово «кадош» обычно означает святость и чистоту, но оно также может означать приготовление, как в стихе Иоиль 2, дробь 15-16. «Трубите в рог Сиона, приготовьте к адшу пост, созовите священное собрание, соберите народ, пригласите общину». Также и на горе Синай Бог сказал Муше, Шмот 19, дробь 10, «Иди к людям и приготовь их, выкидашь там, сегодня и завтра». В другом месте читаем «Муше спустился и приготовил в Айекадеш людей». Там же стих 14. Значение подготовки заложено уже в самой идее святости, поскольку мы готовимся пригласить к себе Бога и святость. С этой целью Бог создал еврейские слова «кодыш» и «хол», «святость» и «хуление». Когда человек освящает Божье имя, он приглашает его в этот мир, освящая и очищая его. Но когда человек хулит Божье имя, он удаляет Бога из мира. Мир становится бесплодным и грешным и уже не может произвести священный плод Божьих путей. Мир становится словно безжизненный песок, холл, на берегу, на котором ничего не растет. Более того, у понятия «кедуш-гошем» есть противоположность. Хилл-гошем – хуление Божьего имени, удаление его из мира. Хилл-гошем означает, что мир превратился в вакуум, халал, поскольку Бог в нем «отсутствует» в кавычках. «Кедуш-гошем» – это высшее основание мира, столб, поддерживающий его. Он происходит из Парашат Эмор в Эйкра 22.32.33 «Не оскверняй мое святое имя! Я должен быть освящен среди детей Израиля! Я – Господь, и я делаю Тебя святым, вывожу Тебя из Египта, чтобы быть Твоим Богом! Я – Господь!» Конец цитаты. Рамбам объясняет, «Есудеи Гатора 5.1». Всему Дому Израиля приказано в отношении этой великой заповеди «Кедуш-гошем». Как сказано, «Я должен быть освящен среди детей Израиля». Они также предупреждены от хуления Божьего имени. Как сказано, «Не оскверняйте мое святое имя!» Конец цитаты. «Мне больно видеть, как искажены сегодня понятия «Кедуш» и «Хилул-гошем», как часто неверно понимаются Божьи качества и идеи. Увы, «Кедуш-гошем» – это тот главный компас, который мог бы привести корабль Израиля в безопасную гавань. Вот почему я призываю всех евреев выслушать мое объяснение понятий «Кедуш» и «Хилул-гошем», поскольку это важно для всего еврейского народа. Заповедь «Кедуш-гошем» дана как каждому еврею в отдельности, так и еврейскому народу в целом. Для отдельного еврея заповедь имеет две стороны, как постоянный личный долг и как составная часть общественного долга. В первом случае «Кедуш-гошем» и предотвращение «Хилул-гошем» имеют место тогда, когда мы видим, что кто-то дерзко насмехается над Божьими заповедями. Такой человек хулит Божье имя, превращая мир в лишенный Бога в вакуум. Самые крайние случаи богохульства – это идолопоклонство и лжесвидетельство именем Бога. Оба этих случая считаются «Хилул» – богохульством. О ложных клятвах написано в Вайкра 19.12 «Не клянись ложно моим именем, если ты это сделаешь, ты осквернишь Божье имя». Конец цитаты. Поклонение идолу Молоху, высшая степень богохульства, называется так «загрязнение того, что свято для Бога, и хуление его святого имени». Вайкра 20.3 Здесь Тора говорит о человеке, который осознанно, намеренно и в здравом уме пренебрегает Божьими заповедями, что является богохульством. Это же относится и к еретикам, и прочим грешникам, которые не боятся попирать Божье святилище и святость Торы из заповедей. Такие люди отрицают либо существование Бога, либо его способность отомстить, либо законность Торы. Еще один пример Хилул Гошем и отсутствие Кедуш Гошем в случае отдельного еврея описывает Раббену Бехае Кад Гакемах, статья Хилул Гошем. Некоторые видные личности совершают дела без намерения грешить, однако такие дела приводят к тому, что Тора из заповеди осмеиваются человеком. Это называется Хилул Гошем. Именно об этом наши мудрецы пишут в Йома 86 Алиф. Что такое Хилул Гошем? Рабб сказал, «Это как если бы я взял мясо у мясника и не заплатил немедленно». Раби Йоханнан сказал, «Это как если бы я прошел четыре локтя, не произнося слово Торы и не надев тфелин». Раби Нахман Бар Ицхак сказал, «Например, если люди говорят, «Боже, прости того-то». Раби Ицхак из школы Раба Янная сказал, «Например, если коллеги человека опозорены его репутацией». Конец цитаты. Урок здесь в том, что этот грех особенно тяжел, если его совершил ученый Торы. Если люди подозревают, что ученый Торы совершил грех и говорят о нем плохо, то даже если он невиновен и подозрение ложно, это составляет Хилул Гошем. Массы, которые не знают и не понимают, и несколько глупцов, которые поверят чему угодно, клевещут на него и знание Торы, что бесчестит Тору. И насколько же хуже, если их подозрения верны. Люди учатся у учителей Торы, и совершенный грех перестает быть ненавистным в их глазах, хулится имя Бога. Рабейн Убихае дал очень точное определение того, что есть Кедуш и Хилул Гошем с точки зрения простых людей. Однако у этих понятий есть и вторая составляющая, которая затрагивает весь еврейский народ в целом. Как жаль, что изгнание ослабило и исказило представление о государстве. Сегодня многие ученые Торы просто не знают, что сказать по этому поводу. Сегодня наш долг очистить понятие Кедуш-Хашем от народного невежества. Цель каждого отдельного еврея нести ярмо неба, выполняя Божьи заповеди, что помогает подавлять злые позывы и возвещает его имя повсюду в мире. Именно в этом и есть земное предназначение еврея. Вейкра 18.5 сказано «Он будет жить ими», а Йома 85.бет добавляет «И он не умрет ими». По этой причине наши мудрецы говорят Санедрин 74.алев «На чердаке дома Ницевлодия наши мудрецы проголосовали и постановили, если человеку будет сказано, что он должен совершить любой грех Торы или его убьют, он должен его совершить, кроме идолопоклонства, сексуального греха и убийства». Конец цитаты. Даже если человек сам хочет умереть и не совершать грех, ему запрещено так поступать. Он обязан совершить этот грех, как объясняет Рамбам Йосодеи Гатора 5.1. Что же касается серьезных грехов, идолопоклонства, прелюбодеяния и убийства, то Бог запретил совершать их, даже если для этого придется расстаться с жизнью. Для отдельного еврея это фундаментальный кедуш Хашем. Однако есть и другие принципы относительно индивидуального кедуш Хашем. О них пишет Рамбам. «Где мы отличаем между тремя серьезными грехами и всеми остальными?» Там, где нееврей имеет собственный интерес. Например, когда он вынуждает еврея построить ему дом в Шаббат. Однако ситуация иная, если он стремится только лишь заставить еврея нарушить заповедь. Тогда, если рядом нет десяти евреев, он должен согрешить, чтобы не погибнуть. Если рядом есть десять евреев, он должен погибнуть, чтобы не согрешить. Это применяется даже в том случае, если нееврей имеет в виду лишь заставить его совершить один из прочих грехов Торы. Конец цитаты. Это и дальнейшие объяснения Рамбама помогут нам понять несколько важных принципов в Кедуш-Хашем. Если нееврей нападает на заповедь, как на заповедь, это граничит с Хилул-Хашем, но не в полной мере, поскольку задействован лишь индивидуальный аспект заповеди. О прямом Хилул-Хашем речь идет лишь тогда, когда неевреи, как нация или нации, объявляют войну евреям. Объявление народами войны против Бога – это истинный Хилул-Хашем, поскольку происходит открытое хуление Бога Израиля перед миром. Когда один нееврей нападает на заповеди, это лишь частичный Хилул-Хашем. Но когда нееврей публично принуждает еврея к греху, то есть перед десятью другими евреями, тем самым делая богохульство открытым, тогда еврей должен умереть, но воздержаться от греха. Однако, если рядом нет десяти евреев, то это требование не обязательно. Довольно сложно понять, почему действие считается публичным только в присутствии десяти евреев. Разве не другие народы насмехаются над Богом, совершая Хилул-Хашем? Быть может, критерием публичности должно быть присутствие неевреев? Ответ в том, что Хилул-Хашем может происходить как среди народов, так и в Израиле. Народы хулят Божье имя тем, что богохульно поносят данные Богом Израилю заповеди. А Бог, как им кажется, бессилен помочь своему народу. Законы, принятые во вред еврейского народа, тоже считаются богохульством и Хилул-Хашем. Что касается еврейского народа, то в этом случае о Хилул-Хашем говорят тогда, когда еврейский народ беспомощен сделать что-либо против народов, которые поносят заповеди Торы и в этой беспомощности ощущает стыд и унижение. В такой ситуации Бог как бы отсутствует, из-за чего евреи могут начать думать, что народы правы, когда высмеивают Бога. Поскольку мы обсуждаем ситуацию отдельного еврея, а не гонений на Израиль в целом, то с точки зрения нееврея Хилул-Хашем как такового здесь нет. В конце концов, нееврей не будет считать, что имя Бога опозорено только потому, что один еврей был вынужден нарушить заповедь. Однако, когда весь еврейский народ является свидетелем нарушения заповеди, для него это позор и унижение. В этой ситуации совершается полный Хилул-Хашем. Следовательно, Бог так определил Хилул-Хашем для отдельного еврея Ваикра 22.32 «Я должен быть освящен среди детей Израиля». Конец цитаты. Рамбам продолжает Есудей Гатара 5.3 «Все мною сказанное применяется, когда против еврейского народа нет действующих постановлений. Однако, когда есть действующее постановление, например, если злой царь типа Навуходонасора и его приспешников запрещает израильскую религию или одну из заповедей, еврей должен скорее умереть, чем нарушить Тору, даже если речь идет не об одной из трех серьезных заповедей. Это применяется в присутствии как десяти евреев, так и неевреев». Конец цитаты. Когда Рамбам пишет, что в определенных случаях еврей должен предпочесть смерть даже незначительным заповедям, он имеет в виду даже простые еврейские обычаи при условии их распространенности, это объясняется в комментарии к Рамбаму в Хаганот Маймониот, там же 5.4. Относительно периодов религиозного преследования Талмуд говорит, «Человек должен даже отдать жизнь, но не изменять цвет или форму своих сандалий». Для евреев было обычно носить другие сандалии, чем те, что носили неевреи. Из соображений скромности или просто ради еврейского обычая. Соответственно, Р.М. написал, что даже если это не заповедь, а просто обычай, практикуемый ради пристойности или еврейства, то есть ставший основной частью еврейской жизни, и если еврей его нарушает, это выглядит так, как будто он нарушает и искореняет заповедь, следовательно, он должен предпочесть смерть. Конец цитаты. Здесь Рамбам в согласии с Талмудом дает определение национальному кедуша Шем, именно национальному или индивидуальному как части национального. Национальный кедуш Шем это долг еврейского народа по устранению Хилул Гошем чтобы имя Бога освещалось публично. Долг Израиля в части национального кедуш в части национального кедуш Шем применяется тогда, когда неевреи как нация или нации объявляют войну непосредственно Богу, то есть его заповедям и законам. Этот долг возникает также и в ситуации, когда война объявлена против еврейского народа народа Гошема. Например, это может быть запрет какого-то еврейского обычая, который не входит в число Божьих заповедей. О втором виде написал царь Давид Таилим 83 дробь 2-6 Всесильный не молчи не безмолвствуй не оставайся в покое Всесильный Ибо вот враги Твои шумят ненавидящие Тебя голову подняли против народа Твоего составили коварный заговор совещаются против хранимых Тобою сказали они пойдем и истребим их из народов чтобы имя Израиля не упоминалось более ибо совещаются они единодушно против Тебя заключают союз конец цитаты согласно Давиду народы говорят об Израиле пойдем истребим их после чего против Тебя они заключают союз кто нападает на Израиль на самом деле нападает на его Бога такой человек показывает что не боится Бога и его силы это самый большой хилул Гошем из всех возможных ниже мы остановимся на этом подробнее о том же сказано в Бемидбар 31 дробь 1 тире 3 Господь сказал Моше отомсти за детей Израиля мадианитянам Моше сказал народу отделите людей для военной службы против мадиама чтобы Господня месть могла осуществиться над мадианитянами наши мудрецы комментируют Танхума Матод 3 Бог сказал отомсти за детей Израиля и Моше сказал Господня месть Моше сказал владыка вселенной если бы мы были необрезанными идолопоклонниками и отрицали бы божественное происхождение заповедей они не ненавидели бы нас и не преследовали нас это только из-за Торы которую ты дал нам следовательно месть твоя конец цитаты иными словами это месть из-за Бога из-за народ совершенно очевидно что когда народы открыто воюют против Божьей Торы совершается страшный хилул Гошем который должен быть удален ради освящения Божьего имени подобным же образом когда народы чинят запреты Божьей Торе это национальный хилул Гошем и тогда Израиль обязан осветить Божье имя эти народы напали на Бога и его помазанника и если Израиль согласится с таким положением вещей то произойдет величайший хилул Гошем это совсем не то же самое что нападение на отдельного еврея который при определенных условиях может предпочесть грех смерти запрет Божьей Торы это публичный хилул Гошем и в такой ситуации мы предпочитаем смерть греху как мы увидим позже война или враждебный акт против еврейского народа или земли Израиля одно и то же поэтому подчиняться ему также запрещено особенно если народы требуют от евреев нарушить заповеди иногда бывает так что одно и то же действие является кедуш Гошем если его выполняет отдельный еврей но хилул Гошем если это делает еврейский народ в целом например если против еврейского народа действует запрет и какой-то еврей с честью принял смерть во имя своего еврейства то это вне всякого сомнения кедуш Хошем однако когда это же происходит в ситуации когда в результате антиеврейского закона терпит страдания и унижения весь народ тогда это не что иное как национальный хилул Гошем почему потому что когда евреи слабы унижены и опозорены когда народы попирают и истребляют их в глазах наших врагов и всего мира это выглядит как слабость Бога Израиля это выглядит так как будто он не может спасти свой народ от врагов нееврей не может понять что все страдания Израиля включая страшное изгнание являются наказанием от Бога и что когда он нееврей преследует и убивает евреев он является лишь инструментом в руках Бога так Ишаяху сказал об Ассирии Ишаяху 10 5 7 О Ассирия жезл моего гнева чьих руках словно посох моего негодования хотя он и не думает об этом и его сердце не знает об этом конец цитаты в Гаазину дворим 32 26 27 Бог объясняет что он не истребил память об Израиле из народов чтобы их враги не возбудились и нападающие на них не отвратились и чтобы не сказали наша превосходящая сила а не Ашем сделал все это конец цитаты видя слабость в кавычках Бога нееврей начинает богохульствовать как будто бы Бога не существует с точки зрения неевреев если бы Бог существовал Он не позволил бы им угнетать его народ об этом сказал царь Давид Таилим 79 9 10 помоги нам о Бог нашего спасения ради славы твоего имени зачем народам говорить где их Бог Родак комментирует там же ради славы твоего имени которая хулится среди народов но которая когда ты нам поможешь будет уважаема зачем народам говорить где их Бог это богохульство конец цитаты в мецудат Давид объясняется там же почему ты ведешь нас в изгнание чтобы народы сказали где их Бог если он есть Бог пусть он воюет в войнах своего народа конец цитаты Псалмах 115 дробь 1 2 мы читаем не нас о Господи не нас но свое имя прославь иначе народы скажут где их Бог Родак объясняет хотя мы недостойны действуй не ради нас но ради своего имени иначе оно будет хулиться среди народов в Иоиль 2 дробь 17 18 сказано спаси свой народ о Господи не отдай свое наследие для поругания чтобы народы не сделали их поговоркой зачем им говорить среди народов где их Бог да будет Господь ревностен к своей земле и пожалеет свой народ конец цитаты когда римляне запретили Израилю соблюдать заповеди наши мудрецы сказали Таанит 18 алиф они пошли и митинговали всю ночь вопрошая где небо в Тософот объясняется небо означает что они возопили к Богу зачем народам говорить где их Бог конец цитаты Дорогой Дорогой послушайте запомните мои слова поскольку это ключевой принцип великого окончательного освобождения которое происходит в наши дни для народов унижение Израиля означает унижение его Бога который как они считают не может спасти свой народ это национальный Хилул Гошем Раша говорит Ехескель 39 дробь 7 унижение Израиля это Хилул Гошем конец цитаты для народов Хилул Гошем это абсолютная противоположность творению которое должно освящать Божье имя и доказывать его всемогущество и исключительность когда отдельный еврей принимает смерть во имя религиозных гонений на еврейский народ это Кедуш Гошем но даже в этой ситуации унижение Израиля в целом для других народов является свидетельством слабости Бога это национальный Хилул Гошем в глазах народов миру подобляется вакууму халал лишенному Бога унижение Израиля это Хилул Гошем нет богохульства хуже наши мудрецы также говорят Бега Алёт Ха 84 да отступят перед тобой твои враги Бемидбар 10 дробь 35 можно ли о том кто создал мир сказать что у него есть враги скорее этот стих сообщает нам что если кто-либо ненавидит еврейский народ это то же самое что ненавидеть Бога как сказано величие твоего превосходства ты не зверг тех кто нападает на тебя шмот 15 дробь 7 можно ли о ком-либо сказать что он нападает на Бога скорее этот стих учит что если кто-либо нападает на Израиль это то же самое что нападать на Бога также сказано не забудь голос твоих противников постоянно растущее возбуждение тех кто восстает против тебя ты или им 74 дробь 23 почему ибо вот твои враги волнуются те кто ненавидит тебя подняли свои головы там же 83 дробь 3 почему они подняли головы они ведут коварные разговоры против твоего народа там же стих 4 также сказано ибо вот те кто уходит далеко от тебя погибнут ты или им 73 дробь 27 а также разве я не ненавижу их о господи тех кто ненавидит тебя разве я не борюсь с теми кто восстал против тебя я ненавижу их высшей ненавистью я считаю их своими врагами ты или им 139 дробь 21 22 подобным образом сказано кто причиняет вред Израилю причиняет вред зенице глаза Бога Захария 2 дробь 12 зеница его глаза означает Бога если кто-либо помогает Израилю это то же самое что помогать Богу как сказано проклятый мироз сказал ангел Господа прокляты твои жители потому что они не пришли помочь Господу помочь Господу против сильных книга судей 5 дробь 23 что я сделал фараону который причинил тебе вред колесницы фараона и его войска он поверг в море шмот 15 дробь 4 а сисре они сражались с неба звезды на своих путях сражались с сисрой судей 5 дробь 20 осеннахириму ангел Господа вышел и поразил лагерь ассирийцев ешаягу 37 дробь 36 2 царей 19 дробь 35 а навуходонасору он ел траву как бык даниил 4 дробь 30 а аману они повесили его на дереве эстер 8 дробь 30 также мы находим что когда Израиль порабощен Бог идет в рабство вместе с ними как сказано они увидели Бога Израиля и под его ногами было подобие мощеной работы из камня сапфира шмот 24 дробь 10 то есть рядом с Богом находятся камни как символы египетского рабства Израиля Раши во всех их страданиях он страдал Ишаяху 63 дробь 9 а также твой народ который ты действительно освободил из Египта народы и их Бог 2 Шмуэля 7 дробь 23 Раби Акива говорит если бы Писание не сказало это мы бы не смогли это сказать Израиль сказал перед Богом ты освободил себя мы находим что всякий раз когда Израиль был изгнан Божье присутствие было изгнано вместе с ним как сказано 1 Шмуэля 2 дробь 27 когда они были изгнаны в Вавилонию божественное присутствие пошло с ними как сказано ради твоего блага я был выслан в Вавилон Ишаяху 43 дробь 14 когда они были высланы в дом божественное присутствие было с ними как сказано кто это пришедший из дома Ишаяху 63 дробь 1 и когда они возвратятся божественное присутствие возвратится вместе с ними как сказано Господь твой Бог вернется с твоими пленными дворим 30 дробь 3 не сказано он вернет других но он сам вернется также сказано пойдем со мной из Ливана моя невеста со мной из Ливана песня песни 4 дробь 8 конец цитаты здесь находятся два важнейших принципа о Кедуш Хашем и Божьей Торе во-первых чтобы осуществить Кедуш Хашем и удалить Хилул Хашем необходимо доказать народам что Бог действительно является всемогущим и верховным царем царей и доказать это можно только явив им его величие и силу во-вторых доказательством Божьей силы или упаси небо слабости является только победа или поражение Израиля с точки зрения народов слабость и унижение Израиля это слабость и унижение Бога мы никогда не должны забывать об этом но отсюда вытекает еще один важный принцип который каждый еврей должен начертать на своем сердце Хилул Гошем это настолько страшно настолько противоречит предназначению творения что ради его предотвращения Бог не только отменяет приговор еврейскому народу хотя мы его и заслуживаем но еще и спешит окончательно освободить нас только ради того чтобы не допустить хилул Гошем так Писание говорит Ирмиягу 30 дробь 11 ибо я с тобой говорит Господь чтобы спасать тебя я полностью истреблю все народы среди которых я рассеял тебя но я не буду полностью истреблять тебя я исправлю тебя в мере и не буду окончательно уничтожать тебя другими словами хотя еврейский народ и заслуживает уничтожения за ересь за отказ принять Божье ярмо и презрение к его заповедям Бог все же не будет это делать потому что для мира это станет доказательством в кавычках Божьей слабости и неспособности править миром однако когда другие народы восстают против Бога Он немедлит уничтожить их в Илья Гураба глава 6 говорится и я посмотрел и вот штормовой ветер вышел с севера Ехескель 1.4 после того как Бог показал Ехескелю свою славу он сказал ему сын человека это это моя слава что я возвысил тебя над всеми народами мира есть ли что-то чего недостает в моей славе или доме который я построил для тебя как сказано ты сын человека покажи Израилю храм и если они устыдятся всего что сделали объясни им форму храма и его внешний вид Ехескель 43 дробь 10 11 если ты скажешь но никто не служит тебе у меня несомненно есть 4 миллиарда 960 миллионов ангелов служителей стоящих передо мной и освещающих мое великое имя весь день каждый день с восхода до заката повторяя свят 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 Ешаягу 6 дробь 3 и от заката до восхода повторяя благословенно слава Господа в его жилище Ехескель 3 дробь 12 не говоря уже о 70 языках на этой земле почему ты поступаешь неподобающим недостойным образом восставая против страдания которое тебе выпало но что я могу сделать я действую ради моего великого имени призванного на тебя как сказано я действую ради моего имени чтобы оно не хулилось среди народов там же 20 дробь 14 конец цитаты об этом царь Давид сказал Таилим 44 дробь 24 пробудись почему ты спишь о Господи восстань не отринь навсегда я уже приводил цитату из Мишны сота 47 алиф первосвященник Йоханан отменил требования отделения десятин дворим 26 дробь 12 15 и остановил пробуждающих конец цитаты Талмуд комментирует это так сота 48 алиф кто такие пробуждающие рахава ответил каждый день левиты встают на стражу и говорят пробудись почему ты спишь о Господи Таилим 44 дробь 24 Йоханан спросил их можно ли сказать о Боге что он спит разве не сказано Таилим 121 дробь 4 вот тот кто охраняет Израиль не дремлет и не спит фраза пробудись почему ты спишь актуально только когда Израиль страдает тогда как народы наслаждаются миром и довольством смотри Тосефта глава 13 Мааса Иршини 5 дробь Мелехет Шломо там же дело в том что нет большего Хилул Гошем чем когда Израиль страдает а народы процветают тогда народы начинают думать что либо Бог Израиля не существует либо Он не может помочь своему народу соответственно они начинают высмеивать Его как Илья высмеивал идолов Иваала 1 царей 18 дробь 27 Илья высмеял их и сказал громко кричите что Он есть Бог Возможно Он спит и Его нужно разбудить Конец цитаты Имея ввиду этот стих царь Давид и левиты говорили Пробудись почему ты спишь о Господи Другими словами они призывали Его пробудиться как сильный человек от вина Таилин 78 дробь 65 В конце концов когда Израиль страдает для народов это выглядит так будто ты спишь или упаси небо как будто ты не существуешь и это беспрецедентный Хилул Гошем Я уже упоминал что обряд пробуждения основан на фрагменте Ишиягу 62 дробь 67 Я поставил стражей на твоих стенах о Иерусалим они никогда не будут покоиться ни днем ни ночью вы напоминающие о Господе не спите не давайте ему покоя пока он не установит и не сделает Иерусалим славой земли конец цитаты мудрецы комментируют Минахот 87 Алиф что говорят стражи Рава Бар Рав Шила сказал ты должен восстать и пощадить Сион Таилим 102 дробь 14 хотя первосвященник Йоханан и отменил этот обычай тем не менее когда происходит Хилул Гошем когда Израиль страдает а народы радуются миру мы имеем полное право воскликнуть пробудись почему ты дремлешь так мы покажем что хотим положить конец Хилул Гошем конец цитаты понятия кедуш и Хилул Гошем должны освещать наш путь к окончательному избавлению что можно сделать сейчас когда потух светоч мудрости а нас объяла кромешная тьма когда святые иссякли и верные сгинули из детей человеческих таилием 12 дробь 2 к сожалению изгнание изменило нас и еврейский народ стал забывать законы кедуш Хашем да поможет нам небо кто даст нам духовную силу чтобы в смирении преклониться перед Божьим величием чтобы снова засияла слава его венца чтобы мы поняли что все ведет к приходу праведного избавителя сейчас мы перейдем к теме избавления в наши дни мы поговорим о значении восстановления еврейского государства и иммиграции еврейских общин в землю Израиля а также о связи этих факторов с окончательным избавлением но прежде мы должны как следует освоить базовые галактические принципы Кедуш и Хилул Хашем из наших священных источников чтобы они стали как вбитые гвозди Коэлит 12 дробь 11 в наших сердцах за наши грехи нас изгнали с нашей родины и проклятое изгнание настолько испортило подлинные еврейские принципы что понятия народности и национального Кедуш и Хилул Хашем оказались полностью забыты именно за это мы заплатили и продолжаем платить огромную цену следовательно мы должны как следует изучить источники чтобы все наши секты и общины вернулись к государственности мы должны исправить понимание важнейших вопросов причины изгнания передача земель неевреям природа еврейского государства и так далее царь Давид сказал Таилин 9 дробь 17 Господь сделал себя известным он совершил суд народы мира только тогда узнают и признают что Хашем есть Бог когда Он осуществит Свой суд над ними только увидев Его силу и мощь они исполнятся страхом и почтением перед Ним тогда и только тогда они примут на себя ярмо Его царства в Ялкут Шимони этот стих объясняется так Таилин 9 дробь 643 Раби Аваху сказал один из пяти стихов в котором спасение Израиля является спасением Бога это следующий Господь сделал себя известным он совершил суд он известен тем что наказал египтян как сказано Шмот 14 дробь 4 Египет узнает что Я Господь далее сказано Таилин 21 дробь да будешь ты превознесен о Господи в твоей силе и так мы будем петь и восхвалять твою силу конец цитаты другими словами когда Израиль унижен Бог унижен вместе с ним только благодаря силе и мощи он может восстать и возвеличиться и тогда мы начнем петь и восхвалять его ибо только его сила способна принести нам избавление также написано Таилин 46 дробь 11 будьте тверды и знайте что Я Господь Я буду превознесен среди народов Я буду превознесен на земле конец цитаты мы узнаем что Господь есть Бог когда Он возвысится через месть народам через гнев на земле также в псалмах читаем 59 дробь поглоти их с гневом поглоти их чтобы их больше не было и пусть они знают что Бог правит в Яакове до краев земли конец цитаты другими словами когда Бог решит отомстить народам и поглотить их в своем гневе они узнают что Бог правит в Яакове и Израиле об этом же говорится и в Ялкут Шимони Таилин 59 777 следовательно о Господи Боже воинство Бог Израиля пробудись чтобы наказать все народы не проявляй милосердия ко всем ужасным предателям почему Бог поступает так будто Он спит в этом мире это потому что Израиль не заслуживает избавления следовательно сказано Таилим 78 65 тогда Господь пробудился как тот кто спал однако в будущем когда придет конец Бог как бы пробудится против них как сказано пробудись чтобы наказать все народы в это время Он не проявит милосердия ко всем согрешившим предателям конец цитаты в Таилим 66 дробь 3 говорится скажите Богу как страшны твои дела через величие твоей силы твои враги откажутся от своих убеждений конец цитаты только страшные дела Бога его гнев и месть народам его огромная сила заставят народы отказаться от ложных убеждений и признать Господа своим Богом наши мудрецы так объясняли этот стих берешит раба 32 дробь 3 мы находим что в его присутствии мы зачитываем только частичную хвалу тому кто привел мир к бытию ибо написано скажи Господу как страшны твои дела тогда как в другом месте сказано в третьем лице Таилим 136 дробь 1 о благодарите Господа ибо он благ ибо его доброта вечно конец цитаты Бог всемогущ и всезнающ Он эталон совершенства и доброты Его подлинное величие сосредоточено в его качествах Он не просто полностью добр но Он также является источником и эталоном доброты но народы не могут постичь Его величие через Его качество и поэтому не видят доказательств Его божественности и величия единственный язык который они понимают это язык силы и устрашения следовательно здесь на земле акцент делается на силе Бога только силой можно заставить народы отказаться от своих ложных убеждений и признать владычество Бога в Таилим 65 дробь 6 говорится страшное в справедливости своей ты отвечаешь нам страшные дела которые Бог осуществляет среди народов это справедливое наказание за то что напав на еврейский народ они совершили богохульство этот стих объясняется в Елкут Шимани Таилим 65 дробь 789 раби Хагай процитировал раби Ицхака страшные дела которые Бог приготовил в будущем мире то есть наказание народом во время мессианского избавления это возмещение страданий которые ты привел на Израиль здесь в этом мире конец цитаты иными словами на земле Бог позволяет народам притеснять нас из-за наших грехов хотя сами народы при этом считают Бога слабым в кавычках так возникает Хилул Гошем и поэтому Бог избавит нас хотя мы того и не заслуживаем мудрецы так объясняют вышеприведенный стих конец эстер-раба 10 дробь 15 скажи Богу как страшны твои дела Таилим 66 дробь 3 как страшна твоя хитрость убитые убивают своих убийц то есть Израиль убитый народами теперь в ответ убивает их и распятые распинают распнувших их и утопленные в море топят утопивших их действительно через величие твоей силы твои враги откажутся от своих убеждений там же конец цитаты Божья месть народам это доказательство силы могущества и величия Бога вот почему мы читаем такие слова Бог правит миром своей силой Таилим 66 дробь 7 только если он мощно проявит свою силу народы признают его правителем мира в писании так же сказано Таилим 98 дробь 1 Пойте Господу новую песню ибо он совершил чудеса его правая ладонь и его священная рука принесли спасение для него конец цитаты пока Бог не покажет свою правую ладонь и священную руку народам они в него не поверят но будут и дальше проклинать и поносить его хуля его имя получается что Бог как бы унизился и сам отправился в изгнание действительно в Таилим 91 дробь 15 говорится я с ними в беде и мудрецы объясняют Таанит 16 Алиф и Елкут Шемни Таилим 843 печные угли символ скорби будут положены на подиум кантера относительно фразы я с ними в беде Танхума комментирует Шемот 14 почему Бог открылся муше из горящего куста а не с высокого дерева или пальмы Бог сказал я записал в Танахе я с ними в беде они они были в рабстве и я тоже был в узком колючем месте в горящем кусте конец цитаты Бог как бы сам оказался в беде в рабстве если победа Израиля приносила славу его имени то его беды и унижения навлекали на него хулу следовательно спасти его из изгнания могла только его священная рука об этом говорится в Елкут Шимони Таилим 91 дробь 843 долгой жизнью я насыщу его и сделаю так что он увидит мое спасение Таилим 91 дробь 16 раби Акива сказал это один из сложных для понимания стихов он говорит что спасение Израиля спасает Бога конец цитаты Бог сказал не его спасение но мое спасение что значит что спасается сам Бог отсюда мы видим что спасение Израиля означает и спасение в кавычках Бога поскольку унижение Израиля приводит к хилу Лхашем по этой же причине сказано Ешаяу 59 дробь 16 он увидел что нет человека и был поражен что нет заступника следовательно его собственная рука принесла ему спасение и его праведность поддержала его конец цитаты из этого стиха следует что даже если во всем Израиле не найдется ни одного праведного еврея и народ не заслуживает спасения Бог все равно спасет нас ради своего собственного имени подробнее я объясню это ниже мы видим что Бог должен спасти себя от богохульства для чего использует свою правую ладонь и священную руку приведенному стиху вторит стих из Таилим 98 дробь 2 Господь сделал известным свое спасение свою праведность он проявил на виду у народов Бог объявил о своем спасении посредством силы правой ладони и священной руки именно так он показал народам свою праведность в противоположность еврейским эллинистам этим доморощенным моралистам осуждающим силу и месть царь Давид ясно объявляет что спасение Божьей священной рукой праведно мыслящий человек поймет почему царь Давид использовал выражение священная рука применение силы против зла это священное действие причем только рука то есть сила может осуществить кедуш хм об этом же говорится и в Таилим 24 дробь 8 кто царь славы господь сильный и могучий могучий в битве конец цитаты прославление и освящение Божьего имени придет только тогда когда народы увидят что Бог силен и могуч могуч в битве в Таилим 29 дробь 4 5 мы читаем голос Господа приходит силой он полон величия и сокрушает кедры конец цитаты только силой можно заставить глухого и глупого язычника не понимающего величия Бога и его Торы услышать Божий голос Танхума говорит Бешалах 7 Я восторжествую над фараоном Шмот 14 дробь 4 Этот стих учит что когда Бог накажет народы его имя будет превознесено на земле Другой источник Мехил Табешалах Мешех Тадевоехи Пороша 1 Я восторжествую над фараоном Этот стих учит что когда Бог наказывает народы его имя превознесено на земле как сказано Ешаягу 66 дробь 19 Я сделаю их символом а тех кто спасется Я рассею среди народов в торсис пул и лут мастеров лучников Так же сказано там же 45 дробь Так говорит Господь Труды Египта и товары Эфиопии и Савеи будут вашими Рослые люди придут к вам в цепях Они будут вашими и они будут ходить перед вами и они падут перед вами и будут молить вас непременно Бог среди вас и нет другого божества Конец цитаты О чем говорит следующий стих Истинно ты Бог спрятавший себя Есть Бог и Спаситель Израиля Мы также находим Ехескель 38 дробь 22 Я буду судиться с ним чумой и кровью и я наведу дождь на него на его отряды и на множество народа с ним бурлящий ливень и великий град огонь и серу Далее следует Так я превознесу себя и освящу себя и я сделаю себя известным в глазах многих народов и они узнают что я Господь там же 23 Так же сказано Таилим 76 дробь 3 В Салиме так же установлено его скиния и место его обитания в Сионе а так же там он сломал пламенные стрелы лука щит меч и битву Таилим 76 дробь 4 Что имеется ввиду в стихе и Иуде Бог известен его имя велико в Израиле там же стих 3 У него такое же значение как у стиха Египет узнает что я Господь Шмот 7 дробь 5 До этого они не знали Господа но сейчас они узнали его Конец цитаты Нет другого источника где бы еще с ней объяснялось что Кедуш и Хилул Гошем связаны с силой и слабостью в кавычках Бога Мир только тогда поймет что он действительно Бог когда он явит народом свою силу и мощь месть и возмездие В Таилим мы находим 83 дробь 2 тире 6 О Боже не храни молчание не пребывай в покое не бездействуй ибо ибо вот твои враги восстают те кто ненавидят тебя подняли свои головы они ведут коварные разговоры против твоего народа и совещаются против тех кто драгоценен для тебя они сказали пойдем истребим их как народ чтобы имя Израиля больше не вспоминалось ибо они сговорились в одном сердце против тебя они совершили заговор конец цитаты раз враги ведут коварные разговоры против твоего народа стало быть они против тебя совершают заговор если народы поднимают головы против народа Бога чтобы имя Израиля больше не вспоминалось они враждуют против Бога против тебя они совершают заговор Ишаягу сказал 6 дробь 3 свят 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 Господь воинств весь мир полон славы его иначе говоря когда мир станет полон Божьей славы так что все народы признают его владычество тогда когда он осветит свое имя став господом воинств цваот как известно имя цваот указывает на силу Бога направленную против народов мудрецы говорят шмот раба 3 дробь 6 Бог сказал Моше хочешь хочешь ли ты узнать мое имя меня зовут в согласии с моими делами иногда я Эль Шадай иногда Цваот иногда Элоким и иногда Гошем когда я сужу человечество я зовусь Элоким когда я иду на войну против нечестивых я зовусь Цваот когда я закрываю глаза на грехи человека я зовусь Эль Шадай и когда я являю мое милосердие я зовусь Ашем конец цитаты если мы спросим зачем Богу столько имен ответ прост он решил показать что является высшим авторитетом во всех хороших качествах что он создает и определяет их и милосердие и месть и война все это принадлежит Богу кто дерзнет поспорить с ним и установить собственную мораль в кавычках которая есть ничто иное как милосердие глупцов мы видим что имя Цваот указывает на силу и могущество Бога вот почему наши мудрецы включили тему избавления в утреннюю молитву шмоне эсре где об этом говорит стих Господь воинств святой Израиля согласно стиху Ишаягу 6 дробь 3 свят 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 Господь воинств весь мир полон славы его вот почему когда Бог станет Господом воинств Цваот он также станет и святым Израиля тогда он осветит свое имя это важнейшее правило содержится во множестве стихов например сила и красота его святилище Таилим 96 дробь 6 да славят его имя великое и страшное свят он Таилим 99 дробь 3 я искал тебя в святилище чтобы увидеть твою силу и твою славу Таилим 66 дробь 3 святость Бога и его имени всегда связаны с его силой наводящей ужас на народы только сила заставляет народы подчиниться Ашему и признать что он есть Бог Писание говорит Даниил 9 дробь 17 19 Наш Бог услышь молитву твоего слуги и его прошения пусть твое лицо воссияет над твоим опустошенным святилищем ради Господа о мой Бог преклони твое ухо и услышь открой твои глаза и увидь наше опустошение и город над которым наречено твое имя ибо ради тебя самого о мой Бог потому что твое имя начертана над твоим городом и твоим народом конец цитаты снова мы видим что пророк просит Бога избавить Израиль ради себя самого ради своего имени именем Бога назван Иерусалим земля Израиля и народ Израиля вот вот почему унижение Израиля означает унижение в кавычках Бога само понятие Израиль возникло в результате Хилул Гошем а его рождение осуществилось через Кедуш Гошем когда Моше и Арон впервые пришли к фараону и сказали шмот 5 дробь 1 так говорит Господь Бог Израиля отпусти мой народ чтобы они могли отпраздновать праздник мне в пустыне фараон ответил кто такой Господь что я должен послушать его голос и отпустить Израиль я не знаю Господа и не отпущу Израиль стих 2 уже в самом начале истории Израиля как нации нечестивый фараон демонстративно оскорбил Бога и отверг существование Хашема Бога Израиля он сказал кто такой Господь я не знаю Господа это богохульство и открытый наглый Хилул Гошем неудивительно что Бог сказал Моше Шмот 7 дробь 4 5 я выведу свои множества свой народ детей Израиля из земли Египта великими судами египтяне узнают что я Господь когда я прострю мою руку над Египтом и выведу детей Израиля из их среды конец цитаты дело вот в чем тот факт что фараон поработил и жестоко угнетал Израиль а Бог ничего не предпринимал для спасения своего народа побудил фараона проклясть Бога и отвергнуть его существование этот глупец и грешник был уверен что у Израиля нет Бога и только когда он лично увидел Божью силу и страшную месть в адрес себя и своей страны он признал существование Бога ни порицание ни мольба ни убеждение ничто не могло сравниться по эффективности с десятью казнями которые поразили Египет и вселили смертельный ужас в сердца египтян вот это не еврей понимает хорошо именно это сокрушило волю высокомерного фараона и поставило его на колени вот что Писание говорит о последнем чуде последнем ударе когда армия фараона утонула в море шмот 15 дробь 1 я буду петь Господу за его великую победу мудрецы объясняют Михил Табышалах Месех Тадышера Пороша 2 Бог восторжествовал над гордыми ибо он наказал их в той же стихии в которой народы хвастаются перед ним смотри длинное объяснение так же говорится и о граде шмот 9 дробь на этот раз я готов послать все мои казни в самое твое сердце они поразят твоего чиновника и твой народ так что ты узнаешь что нет такого как я во всем мире звучит странно что такого особенного было в граде чего не было в других казнях что Бог говорит на этот раз я готов послать все мои казни ответ следует из слов сказанных Богом фараону шмот 9 дробь 19 пошли слово и приготовь убежище для твоего скота и все что у тебя в поле речь идет о том что нужно было уберечь скот от града действительно те из подданных фараона кто боялся слова Бога отправили рабов и скот в укрытие впервые Бог дал египтянам возможность спастись от казни почему он так поступил вняв предупреждению египтяне показали бы что признают Господа как Бога и верховного владыку природных сил а это в свою очередь привело бы их к краху мерзкого египетского идолопоклонства как сказали наши мудрецы ширга ширим раба 8 дробь Бог не наказывает народ на земле внизу не унизив перед этим их ангельских князей наверху в другом месте дворим раба 8 дробь 22 смотрите я начинаю предавать сихона и его землю перед тобой дворим 2 дробь 31 это согласуется со словами да свяжет Бог их царей цепями таилим 149 дробь 8 что это за цари раби танхума сказал цари явных идолопоклонников и их князья с путами из железа там же это ангельские князья идолопоклонников Бог не наказывает народ не наказав сначала его ангельского князя конец цитаты следовательно сначала Бог поразил реку Бог сказал шмот раба 9 дробь 9 сначала я поражу его божество а затем его народ смотри шмот раба 21 дробь 5 23 дробь 15 египетские казни должны были осветить Божье имя и доказать миру что Ашем есть Бог и всемогущий творец всего фараон же выказал Богу презрение сказав шмот 5 дробь 2 кто такой Господь что я должен послушать его голос и отпустить Израиль я не знаю Господа унизив и сокрушив египетское идолопоклонство Бог унизил и фараона так Бог предупредил египтян о надвигающем саграде предотвратить которые не смогут ни князья ни боги Египта спастись можно было только одним способом отказавшись от мерзких идолов и подчинившись Богу поверив ему и укрыв свои стада и слуг в убежищах сделав это египтянам пришлось бы отказаться от веры в идолов и осветить имя Бога что и было целью всех казней и так когда Бог назвал град всеми моими казнями шмот 9 дробь 14 это было подходящее описание град обозначил начало конца египетского культа идолов что и было целью всех казней унизить идолопоклонство и осветить Божье имя снова мы видим что кедуш Ашем достигается только посредством Божьей силы Важно понять что мысль о поражении гордых богохульников не боящихся Бога была главной темой песни хвалы у Красного моря когда Мирьям и другие женщины начали петь вся песня была только в нескольких словах пойте Господу ибо Он восторжествовал над гордецами коня и всадника Он поверг в море Шмот 15 дробь 21 Главной темой песни Моше было освящение имени Бога который победил гордеца и богохульника фараона Основная мысль песни тогда Аз по первому слову песни Моше это месть с точки зрения Бога Аз близка по смыслу слову Аз храбрый и Оз сильный Царь Давид сослался на эту идею в Таилин 76 дробь 8 из которых также видно что освящение и превознесение Божьего имени основано на его месте народом в этом стихе говорится Ты даже ты страшен и кто может устоять у тебя на виду когда Аз ты в гневе в этом стихе две мысли во-первых здесь говорится о времени Аз мести народом как и в песне Моше во-вторых здесь имеется в виду что везде где в писании говорится Аз с Алифом месть подразумевается Аз с Айном Божья сила другими словами когда Бог использует силу тогда Аз он возвеличен и освящен чтобы полностью удалить пятно Хилул Ашем Бог навел на Египет такую казнь которая окончательно заменила Хилул на Кедуш Ашем теперь египтяне уже были вынуждены признать что Ашем есть Бог и Судья земли мы читаем в шмот 14 дробь 4 я ожесточу сердце фараона и он пойдет за ними я восторжествую над фараоном и всей его армией и Египет узнает что я Господь не может быть более подходящего наказания фараон заявляет я не знаю Господа шмот 5 дробь 2 на что Бог отвечает Египет узнает что я Господь шмот 7 дробь 5 узнает навсегда фараон ожесточил свое сердце а Бог восторжествует над фараоном и всей его армией шмот 14 дробь 4 ожесточенность этого грешника как высшая степень хилул Гошем привела к тому что он нашел свой конец в Красном море а имя Бога было освящено Кедуш Гошем конечно еврейский народ был избавлен не потому что заслужил избавление вот о чем говорится в Елкут Шимани Таилим 44 дробь 646 руководителю хора учение сыновей короха о Боже мы слышали нашими ушами наши отцы рассказали нам о делах которые ты совершил в их дни Таилим 44 дробь 1 2 Танах объясняет Ишаягу 63 дробь 12 где тот кто дал своей славной руке идти с правой рукой Моше кто разделил воды перед ними чтобы создать себе вечное имя это говорит о том что Израилю не хватало добрых дел чтобы заслужить и избавление и разделение моря почему же тогда они были избавлены чтобы Бог мог создать себе вечное имя так же сказано там же стих 14 как скот идет вниз в долину ведомый Господним Духом так и ты ведешь свой народ чтобы создать себе славное имя раби Элазар сказал Моше сказал им вы получаете избавление не добродетелью ваших дел но чтобы вы могли сказать своему сыну и внуку что я сделал с Египтом Шмот 10 дробь 2 чтобы прославить Бога и перечислить Его величие и славу среди народов так сказано объяви Его славу среди народов Таилим 96 дробь 3 и сыны Короха говорят о Боже мы слышали нашими ушами наши отцы рассказали нам там же 44 дробь 2 конец цитаты дробь 2 дробь 2